Европа продолжает верить в то, что единственное, на что европейцам стоит надеяться, это только на коллективную организацию. Все разваливается. НАТО, как вы сказали, может это плюшевый тигр, а внутри толстая собачка, лает, которая думает, что она тигр. А русские, это настоящий сибирский тигр. Экономически они пытаются карать своими санкциями. Это обернулось против них, они разорены. Немецкая экономика, французская экономика, все пошло в разнос. А Россия нет. И теперь Макрон... Помните, Макрон когда-то был голосом разума? Помните, до этого украинского конфликта он говорил, я не хочу, чтобы Европа попала между США и Россией в войну сверхдержав. Мы не будем вашим полем боя. Он говорил о важности независимой европейской позиции, частью которой США не являются. И все говорили, да, Макрон... Однажды он даже сказал, что у НАТО мозг омертвел. Потому что это так. Теперь у него самого мозг омертвел, потому что... Что произошло? США заставили Европу выдвинуться вперед по Украине. Макрон немцев стал уговаривать британцев, итальянцев, и все они выдвинулись. Еще один важный фактор. Он почувствовал слабость Германии. Потому что до всего этого... Что Европе угрожало? Греки. Помните? Греческий кризис. Экономический кризис. И вся концепция спасательных траншей, и две экономические школы, берлинская и парижская. Берлинская за экономический консерватизм, фискальный контроль, а французы... Свободные траты, свободные траты, свободные траты. И Европа качалась то туда, то сюда. И это была франко-германская... Не война, но кто кого переспорит. И теперь французы такие... Германия слабла. Их экономика рушится, у них политический хаос. Это наш шанс стать лидерами Европы. Франция станет лидером Европы вместо ослабевшей Германии. И Макрон пошел на пролом, потому что за ним стоит США. Оборачивается, а Америки нет. Потому что мы начали играть в свои внутриполитические игры. Предвыборная гонка. Деньги, которые мы должны были выделить. Любой здравомыслящий человек, как мы с вами. Это большие деньги, и можно найти более достойное применение. Но никто не ожидал, что Конгресс откажется их выделять. Мы думали, что Конгресс их выделит, потому что они всегда их выделяли. Мы не ожидали, что деньги привяжут к кризису на южной границе. И теперь эти деньги в заложниках президентской политики. Обычно президентская администрация способна договориться, но не сейчас, потому что все завязано на пограничном кризисе. А пограничный кризис будет определять борьбу кандидатов этим летом. Так что Америка в этой маленькой домашней грызне. Европа выпятилась, и ее оставили одну. И Макрон думает, «Я все поставлю на то, чтобы сделать Францию главной в Европе. Если я отступлю сейчас, Франция уже не лидер. Я должен сделать хоть что-то». Так что он предлагает эти безмозглые идеи. Это как, знаете, например, люди в горячем здании поднялись на верхний этаж, надо спускаться по пожарной лестнице, не получится. И кто-то говорит, «Если мы все схватимся за это огромное полотенце, прыгнем вниз, полотенце будет как парашют, и мы приземлимся безопасно». Многие скажут, «Нет, не безопасно, мы все разобьемся». И Франция, как тот, «Если мы все схватимся за это огромное полотенце, прыгнем вниз, полотенце будет как парашют, и мы приземлимся безопасно». И все вокруг говорят, «Да, да, прекрасная идея». Поляки говорят, «Да, да, начинайте, а мы сразу за вами». Прибалты, «Мы сразу за вами». И вдруг они уже говорят о 60 тысячах солдат. Я скажу так, когда они соберут 60 тысяч, НАТО действующих не от имени НАТО. Я обещаю, что произойдет. НАТО соберет совещание, объявят об экстренном применении пункта 4, и по пункту 4 они объявят, что Западная Украина входит в серу коллективной безопасности Европы. И они объявят эти 60 тысяч солдат войсками НАТО, выполняющими миссию НАТО, и тогда они будут находиться под гарантией пятого пункта. Вот к чему все. Но у них не получится, потому что Россия этого не допустит. Вот почему Макрон ведет себя так, как себя ведет. Потому что это еще и о защите статуса Франции как лидера Европы в НАТО и в Евросоюзе. Макрон не желает отступиться. Даже ради спасения мира, он готов весь мир обречь на погибель со своим наполеоновским мнением, какое место Франция должна занять в сегодняшнем мире.